Русский спаниель Русский спаниель – великолепная охотничья собака, выведенная после скрещения английского кокер-спаниеля и английского спрингер-спаниеля. Охотничьих собак из Англии стали завозить в нашу страну в конце XIX века. Потребность компактной и неприхотливой собаки к тому времени назрела. Энтузиасты стали отбирать для разведения самых высоконогих и темпераментных собак. Благодаря их усилиям в середине XX века появился русский спаниель. Характеристика породы, отзывы охотников подтверждали, что селекционная работа была проведена успешно. Выведенный спаниель обладал отличным чутьем, выносливостью, настойчивостью, склонностью к подаче. Сегодня эту собаку используют во время охоты по болотной, болевой и водоплавающей птице. Перед собакой ставится задача – найти птичку и поставить ее на крыло. Животное великолепно справляется с этой работой. Порода собак спаниель – незаменимый помощник на охоте. Они не боятся воды и очень хорошо плавают. Но собаки этой породы не только хорошие охотники, но и самые лучшие компаньоны. Спаниель – это собака небольшого размера, довольно крепкого и немного приземистого сложения. Собака имеет крепкий костяк с хорошо развитой маскулатурой. Кобели отличаются более высокой холкой, хвост прямой и толстый у основания. Его купируют на половину длины. Животное держит его прямо, почти на линии спины. Лапы расположены относительно друг друга параллельно. Они сухие и когтистые. Задние лапы поставлены шире, чем передние. Пальцы из задних и передних лап сжаты очень плотно. Между ними растет густая шерсть. Чем же внешне отличается от других собак русский спаниель? Ну, конечно же, это уши. Длинные, широкие и висячие. Они прилегают к шкулам довольно плотно. Кончик уха должен доставать до мочки носа. У спинееля шерсть умеренно длинная, прямая и немного волнистая. Блестящие, плотно прилегающие. На передней стороне лап и на голове шерсть прямая и короткая. На спине, верхней стороне шеи, крупе и боках умеренно густая и длинная. А красы делятся на три группы. Сплошные – это коричневый, черный или рыжий. Двухцветные – это рыжий-белый, черно-белый и коричнево-белый. И трехцветные – бело-черный с подпалом и бело-коричневый с подпалом. Русский спаниель – незаменимый, помощник на охоте и понятливый в поле. Собаководы-любители считают, что это умный, легкий в обращении и в обучении компаньон, предан своему хозяину всей душой. Какой же он, этот симпатяга! Русский спаниель действительно очень умен и привязчив к хозяину. При этом он умеет быть незаметным, очень любит гулять и играть на свежем воздухе. Спаниель становится верным и преданным другом как для взрослого, так и для ребенка. Но хозяева должны знать, что никогда не забывать о том, что острый ум и высокий интеллект их питомца зачастую сочетается с непревзойденным талантом манипулятора. Когда спаниель с ясным и открытым взором выпрашивает лакомый кусочек, перед ним может устоять только скала. Спаниель – собака, которая очень нуждается в общении с человеком. Эти собаки очень любят детей и любят проводить очень много времени, общаясь с ними. Спаниели никогда не проявляют неоправданной агрессии. Они не станут конфликтовать со своими сородичами. С кошками в семье собаки очень хорошо уживаются и никогда их не обижают. С кошками они могут и спать, и даже есть из одной миски. Природа наградила собаку достаточно крепким здоровьем. При правильном кормлении и уходе собака болеет редко. Иногда длинные висячие уши могут спровоцировать отит, поэтому их нужно регулярно проверять и чистить. Из-за неправильного питания у питомца может развиться ожирение или аллергия, поэтому особое внимание следует уделять рациону собаке. Спаниель одинаково комфортная, чувствует себя как в городской квартире, так и в загородном доме. Но следует помнить, что спаниель нуждается в длительных прогулках с физическими нагрузками. Также спаниели – это отличные пловцы, поэтому летом нужно предоставлять собаке эту возможность. Спаниели очень умны. Они легко обучаются всем охотничьим премудростям и традиционным курсам дрессировки. Начинать дрессировать спаниели надо с самого раннего возраста. Эффект от обучения во многом зависит от терпения. Щенку требуется время, чтобы осмыслить и запомнить полученную информацию. За воспитание собаки всегда отвечает хозяин. Благодаря врожденной склонности к подаче дичи – это лучший напарник для активных игр. Собака с большим удовольствием приносит и мячик, и палку. Отлично поддается дрессировке, хорошо воспринимает команды и их выполняет. Владельцы спаниелей очень довольны своим приобретением. Кто приобрел данного домашнего любимца, довольны, что собака очень красивая и при этом не требует слишком сложного ухода. Данная порода собак умная и смешная. Если вы задумались о собаке и хотите взять в семью друга, тогда обязательно возьмите спаниели, и вы об этом никогда не пожалеете.